Как делать сложение? Самая простая вещь для начала. Нам нужно найти А. Что делать в этом случае? Обычно мы переносим В куда-то и так далее, но в этом курсе я предлагаю думать об отдельных вещах, как реально просто о блоках, и вам нужно думать, что нужно сделать с двух сторон такое, чтобы с этой стороны А осталось одним, да, то есть нам нужно сделать что-то, чтобы оставить А с левой стороны одно. Давайте перепишем это уравнение чуть-чуть по-другому. То есть получается это один блок, это еще один блок и это третий блок. Значит нам нужно оставить А одно. Как это сделать? Нужно уничтожить В. Чтобы уничтожить не просто В, а плюс В, нужно взять и бросить на него минус В. Да, попробуем. Но чтобы бросить сюда минус В, нам нужно минус В бросить и в правую сторону. Вот и получается у нас новое уравнение. А плюс А плюс В минус В равно плюс С минус С. В минус В, да, В с двух сторон. В и минус В сокращаются. Ну как, например, 2 плюс 2 минус 2 равно 0. Правда ведь? Так что плюс 2 и минус 2 уничтожаются. Что остается с левой стороны? Плюс А равно плюс С минус В. Вот наш ответ. Как теперь решать более сложные примеры? Например, такие. Д минус А плюс В минус Е умножить на Ф равна Д минус Л. Что делать? Если нам нужно найти А. Опять оставляем его с одной стороны и убираем все остальное. Чтобы уничтожить Д, нам нужно бросить на него минус Д. Но это нельзя делать просто так. Нужно это сделать с двух сторон. Поэтому здесь будет тоже минус Д. Чтобы уничтожить Б, нужно на него бросить минус Б. С двух сторон. Чтобы уничтожить вот этот кусок Е и Ф. Мы рассмотрим просто как один кусок. Минус Е и Ф. Бросаем на него плюс Е и Ф. Но делаем это с двух сторон. Значит, теперь переписываем это все. Что у нас получается? Значит, я буду как раз написать то, что я забросил. Минус Д плюс Д. Минус А. Минус Б. Плюс Б. Минус Е и Ф. Равно. Справа мы закинули все то же самое. Минус Д. Минус Б. Плюс Е и Ф. Повезло, что это бесконечный лист. Плюс Д. И минус Л. Да. Теперь осталось уничтожить все, что похоже. Все, что уничтожает друг друга. Минус Д плюс Д. Минус Б плюс Б. Минус Е и Ф. Плюс Е и Ф. С этой стороны одинаковых букв нет. Вот и остается почти, что почти, что ответ. Минус А. Равно. Минус Д. Минус Б. Минус Б. Плюс Е и Ф. Плюс Г. Минус Л. Да, ну А у нас с минусом. Что нужно сделать такое с двух сторон, чтобы А стало с плюсом? Конечно же, умножить обе стороны на минус единицу. Умножение на минус единицу. Я вот так вот напишу. Умножить на минус один. Умножить на минус один обе стороны. А значит поменять у всего, 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 всего знаки. Как это выглядит? А равно минус Д. Получается плюс Д. Да, я везде напишу противоположное. Плюс Б. Минус Е и Ф. Минус Д. Плюс Л. И вот это ответ. То есть пример любой сложности можно решить таким образом. Если вы знаете сложение. В следующем видео попробуем перейти к умножению. Вот так вот.